добрый вечер на рад видеть вас после двухмесячного перерыва звук тихи до пишут ну постараюсь я просто погромче говорить я микрофончик надо конечно купить а двухмесячный перерыв это это вы куда-то до там уезжали уходили отдыхали от соцсетей всем привет привет так ребятки до ставим лайки если если не жалко чтобы кто-нибудь еще увидел наш эфир может быть кому-нибудь еще понравится то о чем мы говорим и я бы сегодня знаете хотела бы затронуть тему еще раз мы ее наверное уже обсуждали и я так понимаю что неоднократно но она очень часто вылезает эта тема потому что звук слабый блин в наушниках пишут давайте я буду прям громко если я вот так вот буду говорить громко слышно будет у меня телефон недалеко до нор плохой слышно плохо нормальный звук нормальный все было круто все отлично тогда слышно хорошо и было хорошо а может быть это тогда не у меня проблем может кто-то просто перезагрузить гаджет с которого смотрите и кричать хорошо не буду кричать знаете ребят какую тему хотелось бы еще раз затронуть может быть с другой стороны с как с этой темой очень часто и неоднократно многие сталкиваются это тема предательства и вот это вот тема как раз предательство давайте разберем вообще возможно ли кого-нибудь предать не пишет проблему у меня микрофон когда уже купить на днях закажу ребят обещают можно ли кого-нибудь предать что такое предательство все наверняка ну как минимум один раз в своей жизни испытывали вот это чувство когда тебя кто-то предал это больно это непонятно это ты себе придумываешь какие-то оправдания себе тому человеку ну прям целая история из этого вырастает из этого маленького грибочка маленького предательства или большого но мы сейчас не будем разбирать того человека кто это сделал кто бы он не был да мы сейчас поговорим о вас когда вас можно придать и вот смотрите вас можно придать только в том случае если вы на того человека на любого другого начинаете навешивать свои какие-то ярлычки начинаете награждать его какими-то свойствами начинаете его раскрашивать теми цветами теми деланиями которым он не имеет никакого отношения и когда вы вот он сделал что-то а по вашему мнению это вот так ты вот так и и вы таки о это такой человек потом он вот это сделал вы таки у это такой человек и вы начинаете в нем видеть то что что вы изначально в него положили что вам бы хотелось в нем видеть и вы себе это придумываете но в определенный момент человек делает какое-то действие которое вы от него не ожидали не он от себя не ожидал а вы от него не ожидали а вы почему от него ожидаете ли не ожидаете только лишь потому что вы уже его наделили каким-то своим видением что он должен что он это не может сделать что вот я сейчас ему доверюсь потому что он этого не сделает ему это не свойственно он не такой и здесь дело то опять же вас а для чего вам нужно было его рассматривать в виде каких-то качеств которые важны для вас почему вы его не рассмотрели в виде самого человека вне высказываний вне действий вне действий вне деланий вне каких-то обстоятельств или географических позиций почему сложно почему сложно человеку видеть в любом другом саму суть человека ему как будто нечего оттолкнуться как будто он сама суть как будто бы как у всех и едино и только делание высказывали либо какие-то минимальные личностные качества отделяют тебя от другого его от другого и так ты его можешь идентифицировать но это опять же ловушка ума потому как ты начинаешь наделять его теми качествами которые бы были тебе при приятны и когда ты видишь ну например 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 я обозначила что будет вот такого-то числа ретрит например мы готовим этот ретрит с кем-либо из моей команды и от этого человека он взял он говорит я буду выполнять вот эти эти и вот эти обязательства я такая хорошо хорошо и и когда подходит время к ретриту то есть уже там собраны люди только осталось приехать этот человек говорит а я не поеду по каким-либо причинам мы вообще не разбираем по каким причинам и его обычной ситуации среднестатистической в жизни так скажем я бы наверное сказала что он меня предал но он же обещал но он же на себя взял эти обязательства но он же говорил чтобы делать вот это но от него же зависит вот это но сейчас я это вижу по-другому сейчас я вижу то что человек ушел и он имел на это право и то что он сказал что он это возьмет он имел право сказать это имел право сделать или имел право и не сделать это не характеризует его как какого-то человека это всегда характеризует меня как что со мной не захотели дорабатывать что со мной мне можно сказать и не сделать и это одна из ситуаций когда я когда я наверно не буду копаться не в себе что я такого сделал что он от меня ушел или она не в нем что же он за негодяя ли она негодяйка пообещала или не сделала я тотально я тотально в видении самой сути самой сути того человека что он на сегодняшний день не захотел быть рядом со мной и это его право а у меня появились новые новые возможности новые возможности доделать это как я хочу выйти на другую ветку реальности где я без этого человека продолжаю и много много всего и тогда скажите из этой позиции можно ли кого-то придать нет такого не бывает можно придать только тогда когда ты не целостный когда ты все время на кого-то опираешься когда ты когда у тебя кто-то является твоим каким-то костылем в какой-то отрасли и это не говорит о том что нужно все брать на себя ни в коем случае это не про делегирование это про то именно про то что кто я есть что я могу делегировать это вот этому человеку могу в любой момент для гель делегировать другому человеку не потому что этот плохой или хороший а потому что каждый имеет право быть на этом месте быть на этом месте уйти либо прийти и вот состояние когда боль от предательства это всегда не про того человека что он сделал это всегда про вас а почему я изначально ему повешал вот эти качества или повешала вот эти качества которыми он не обладал и там даже рыться не надо то есть не нужно туда уходить и думать о я сейчас буду рыться и я сейчас сделаю рефлексию почему же так все произошло а здесь даже дело не в рефлексии здесь дело в том что а если я буду видеть суть человека не его делами его действия его разговоры а кто он есть он просто он просто он просто тот человек который есть моем мире а в моем мире все то через что я опыляюсь все то через что я отражаюсь потому как в моем мире больше кроме меня то никого нет кто еще в моем мире может что-то натоптать вот прийти и топтать мой мир кто может только тот кого я опустила осознанно или неосознанно это уже другой вопрос но просто так туда никто не зайдет давайте почитаю вопросы может быть петельного телефона ольга спасибо за сердечко так вот переходил на сухие но вывалился из-за женщины василий это не из-за женщины смотри какой удобный повод нашел себе до вывалится и вроде все с даже складно получилось скорее всего если будешь рассказывать а по факту кто эту всю ситуацию создал оксана я вообще не понимаю а почему ты не хочешь как насти делевич идти дальше во первых почему должна идти как кто-то а во вторых куда идти куда идти то мне нужно спасибо елена не надо никому странный слава никому спасибо нужно пересмотреть звук пропадает или нет или и нет у меня плохой свет если я все еще ем значит иду на инкарнацию снова у меня звук норм спасибо галочка светом микрофоном не заморачиваться как же с доверием а доверить дави так ты будь в доверии смотрите это же не про то что не доверять кому-то это в доверии я доверяю ему сейчас а он он ушел и я доверяю ему в том что он ушел я настолько ему доверяю что я знаю что он он выберет тот путь в котором он дальше будет учиться а у меня случилась ситуация та в котором я до в которой я буду дальше разбираться это про доверие это про тотальное доверие а если человек остался инвалидом кого предали имеется ввиду остался инвалидом и от него ушли что давайте разъясним чтобы не углубляться в другие если человек татьяна скажи еще раз если человек остался инвалидом это про что эфир со звуком честно хреновый а в остальном вы правы начать ребят я да скоро подправлю немножечко гаджеты чтобы вам было приятнее слушать это важно понимаю так представляете я в лос-анджелесе иду по парку и вас слушаю вот это чудо как эфир работает мгновенная информация передается а это круто спасибо большое значит а не пара тебе твой еще впереди наверное так пара не пара это же тоже смотрите у нас же очень много я чувствую кое-что по на рассказываем у нас же еще видите как есть у нас есть люди которые приходят к нам для чего-то и это не обязательно они должны быть на всю жизнь мы можем от них брать какие-то свои уроки ну пусть это так назовется да они он через нас будет брать он или она через нас свои какие-то свои моменты и если ты понимаешь что вы от друг друга уже все получили то просто так закреплять себя тем чем закрепляет нас вообще пространство это матрица да чем она нас крепит там дети так чук крючок там ипотека чук крючок крючок какие-нибудь кредиты работа близкие родственники и вот так вот нас крючками распяли на том месте на котором мы с ним и таки о не куда же я уйду то если я уйду это получается вы должны понимать что такое уйти то есть вы вот так вот распятый а уйти в новое познание себя это полностью вот отсюда переместиться сюда перейдут сюда вот родные близкие еще кто-то или не придут не не факт готовы ли вы вот так развиваться поэтому люди очень многие живут это не хорошо и неплохо это просто их выбор в их выбор в этой матрице так я узнаете что хочу еще с вами о чем поговорить я хочу наверно с вами поговорить еще по поводу того что помимо помимо тех вещей которые мы делаем помимо тех вещей которые мы делаем да какие-то эмоции проживаем какие-то картины себе рисуем мы же еще должны понимать о том что очень часто мы говорим да про эту матрицу что вот мы все в матрице как выйти из матрицы насколько это важно но я уже говорила в одном из эфире из эфире из эфиров что не всегда правильно думать о том что мы сюда рождаемся возможно мы сюда умираем и тогда такой вопрос если мы сюда умираем то из этой матрицы мы когда выходим мы познаем себя мы освобождаемся то есть смотрите вот наше тело это прям целый космос это прям настоящий космос и когда вот космос как-то проще нам изучать да проще во что-то поверить а в свое тело верить очень сложно и вот многие многие ребята достаточно талантливые которые считаются гуруми проводниками учителями они многие рассказывают про то как объединить душа дух и тело и очень много про это разговоров и они действительно некоторые слушаешь и тебе прям по сердцу становится но почему до сих пор никому не удалось объединить дух душу и тело то есть что такое не удалось в моем понимании это только в моем понимании я не претендую на истину ни в коем случае что значит в моем понимании объединить дух душу и тело то есть мы все с вами прекрасно понимаем что душа она бессмертна а тело то смертно и значит если душа с телом объединяется возьмем хотя бы два этих компонента не берем дух то значит либо душа должна быть смертной либо тело должно быть бессмертным вне смерти иначе все время идет вот этот вот диссонанс у вечной души и у конечного тела у конечного мяса человеческого аватара ведь в душе что находится в душе находятся все знания то есть она может прийти сюда со знаниями она может прийти сюда с памятью и рекорнироваться или рекорнироваться сюда она может либо помнить это все либо не помнить и у нас есть такие моменты чистота нашего тела вот и есть чистота смерти это бардо либо число пи и чистота жизни это барака или число фибоначчи тоже о нем слышали вот и вот этот вот символ инь-янь это когда черное, белое, мужское, женское начало, конец и вот это вот все вот это вот инь-янь когда переплетается что такое инь-янь это и есть колесо сансары в котором мы все и живем то есть что такое это колесо сансары это когда есть повторяющиеся одни и те же моменты и как раз вот о том о чем мы с вами начали да, вот это вот предательство предательство это всего лишь социальные программы которые навешивают в человека чтобы он еще и так думал чтобы он еще и так чувствовал чтобы он ни в коем случае не вылез из этого колеса сансары чтобы он ни в коем случае не потерял какие-то вкусы не потерял какую-то какие-то эмоции не потерял чувство долга чести благородство потому как очень мало кто помнит как жить по душе что такое что такое душа почему она сюда приходит с каким запросом она приходит сюда какие она здесь в этом человеческом теле проходит десять арканов что эти десять арканов символизируют и это опять же мы сможем посмотреть на планеты я в планетах не очень хорошо разбираюсь пока вот больше сейчас углубилась в тело и знаете чем больше я углубляюсь в тело чем больше я углубляюсь в анатомию в кинезиологию в нейробиологию то тем больше я понимаю что каждая точка за каждую точку у нас отвечает какой-то запах за каждую точку у нас проецируется это на кристаллической решетке камня каждая точка дает определенный выброс гормона определенные моменты гормональные когда соприкасаются когда открывается для этой точки какая-либо планета и она так действует на нас и это настолько вот это настолько все связано это настолько это настолько интересно это настолько обширно и когда ты уходишь вот в это то простые человеческие события обиды предательства разочарования они настолько уходят на задний план то есть ты уже не зациклен на то что тебе не хватает от другого человека это ты уже переводишь внутрь себя и начинаешь через себя познавать это пространство единое пространство то есть в этом пространстве мы все прекрасно знаем что есть мы что есть пусть даже назовем это простыми словами там рай и ад можете хоть так назвать его то есть мы же знаем что люди умирая они куда-то уходят они не уходят из этого пространства они уходят из этой плотности и в следующей тоже есть несколько несколько уровней несколько может быть тоже несколько плотностей не знаю пока как правильно это назвать вот и там тоже существует минимум пять стадий умирания демаркационного процесса и изучая это изучая стадии умирания которыми например управляет Луна, Сатурн и Марс эти планеты психотробные генераторы и изучая это ты тебе все меньше и меньше хочется зацепиться за эти крючки которые в этой плотности которыми нас двигают ты все больше и больше понимаешь в какой матрице какие здесь правила и только узнавая эти правила ты можешь понимать кто я что я могу что я могу через свое физическое тело через свой биологический кожаный аватар какие возможности мне здесь даны через это и что моя душа делает в смертном теле и когда она открывается когда она вскрывается когда она четко понимает что она живет в том что идет на смерть что она чувствует это другие чувствования это не земные чувствования ты их испытываешь по-другому и когда ты их испытываешь по-другому есть ли у тебя другая потребность это желание не сказать интерес тоже наверное это что-то больше чем интерес давайте я назову пока это потребность потребность узнать вообще что ты есть такое и когда ты заходишь вот в эти процессы узнавая кто ты есть такое что ты есть такое возможности этого этого панциря в которой ты в которой душа просто закрыта как в клетку но возможностей много в этом деле и когда ты идешь на узнавание вот этого то такие вещи как еще раз повторюсь обиды предательство разочарование или очарование кем-то они становятся неинтересными ты перестаешь выкидывать фокус внимания на другого человека ты начинаешь заниматься собой своей игрой сейчас почитаю вопросы сейчас почитаю вопросы да если его инвалида бросили и еще остались дети если еще остались дети ну а тебя разве можно бросить просто тебе дали другое возьму другую возможность развития своих событий в другое русло ведь если бы тебя не бросили тебя бы продолжалось все так же как и продолжалось и сейчас у тебя будет абсолютно все по-другому куда бы ты никогда не вышла если бы осталась в той позиции с тем человеком это твои новые возможности рассматривая их так вы затрагиваете важную тему что-то спасибо а у меня шишковидное что-то у меня шишковидное заиграло по-другому на вашем эфире звук и цвет здравствуйте что такое душа и эмоции это разве не про тело душа эмоции тело это вообще разные абсолютно разные вещи то есть смотрите тело это то куда помещается душа это то что тебе дали это космический корабль здесь давайте так его назовем земной корабль можно хоть как его назвать тебе дали тело с огромным огромным набором функций которыми ты кстати не пользуешься да у нас наше тело я могу расценить так что вот когда вы покупаете там новую кофточку купили в магазине и в этом же пакетике положили на полочку вот так вот вы пользуетесь этой кофточкой также вы пользуетесь своим телом да и я недалеко ушла не познавая его а есть еще эмоции эмоции это что эмоции это самое простое чем можно зацепить вас это поверхностно это еда это секс это какие-то развлечения это то что мы пользуемся то что наша гормональная система моментально быстро вспыхивает моментально быстро но это все поверхностно это как спичка это не костер спичка следующее идет это да у вас уже эмоции уже не интересно а проваливается в чувствами в глубину и вот проваливается в чувствование тогда вы понимаете насколько это глубина насколько это много и тогда вам не захочется выходить из этой глубины обратно эмоции все что дает эмоции для вас становится неинтересным вы идете дальше а душа это знание 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 когда вы познаете себя через вот это когда вы начинаете познавать свое тело пробиваясь к своей душе мне кажется что матрица всегда есть всегда есть это и следующее значит ли что я была вне матрицы в другой матрицы я бы сказала не вне матрица в другой матриц ну вы можете привязывать на просто называют эту матрицы так что это удобно да вы можете хоть как на свой там я на своей плотности кто-то там называют и берег и разные не важно что-то а как достичь этого исследовать тело как достичь и исследовать темпу есть начинать исследовать свое тело на что тело у тебя способны но не в коем случае, ребят, не через какие-то аскезы, не через то, что я там либо я узнаю это, либо умру. Нет. Можно все познавать в очень комфортном для вас состоянии. Что нужно делать с телом? Больше конкретики. Приведите пример. Ну, познавать свое тело. Какой еще пример привести? Познавать свое тело. Сколько, ну, грубо говоря, сколько ты можешь ходить без остановки? А сколько ты можешь ходить без остановки, если у тебя будет такое питание? А сколько ты можешь ходить без остановки, если у тебя будет такой-то географический пояс? А сколько ты можешь ходить без остановки, если будет вот это? Ну, то есть, каждые моменты. А что я еще могу? А что я могу вот это сделать? А как мое тело отреагирует вот на это? А что мое тело вот после этого сделает? Что ты знаешь о своем теле, кроме как проснуться, потянуться, покушать, покакать, посидеть на работе, прийти спать, лечить и по новой все Что вы знаете о своем теле? Вы знаете, насколько оно прекрасно? Это самое прекрасное, что есть в этой плотности Самое прекрасное, что есть в этой плотности, это ваше физическое тело И чтобы его скрыть от вас, в детство прививают стыд Стыдно вот это делать, стыдно вот это показать, стыдно вот это рассказать Стыдно там вот это И вот это через стыд твое тело закрывают В первую очередь от тебя самого И поэтому до души добраться очень сложно Потому что стыд, он стоит на первом месте Это как первый замок Тебе кажется, да я вроде не стыжусь А загляни туда внутрь Что ты тогда сделал, чтобы познать, чтобы узнать? Если ты открыл первый замочек, что за первым замочком? Если стыд уходит, какие чувства они появляются? Как начинает реагировать социум? Как ты триггеришь от социума? По-честному признаваться себе? Добрый вечер То есть расширять границы Вы правы, рады, что нас услышали Спасибо Добрый вечер Как может выглядеть душа человека? И где спрятана от нас? Но вы хотите узнать, как выглядит то, что невозможно увидеть глазами? И вы хотите, чтобы я вам это описала в слова Чтобы вы себе создали её в своей голове Но душа это не тот объект, который можно пощупать То есть в этом мире всё материально Всё Тело материально И даже душа, я бы, наверное, больше склонялась, что она тоже материальна Её тоже можно увидеть Её можно почувствовать И к ней можно, я бы сказала, не потрогать и прикоснуться Но где она есть? Она на сегодняшний день Ваша душа Она закрыта в ваше тело Но не просто закрыта в ваше тело Она же Ещё помимо того, что она заперта в вашем теле Она очень Очень хитро, наверное, я бы так сказала Очень хитро От вас завуалирована Чтобы вы больше и больше себя познавали И вот как раз я вам когда говорила Что, вот смотрите, вот в нашем теле есть мышцы, да? И вот эти вот мышцы Сейчас попробую найти, чтобы было понятнее Про что я просто говорю Что, вот видите? Спасибо. Ну вот, давайте вот сама, вот такая вот картиночка. Вот смотрите, вот видите, вот мышца, да? И в этой мышце есть еще мышцы, они отделены все фасцией. И вот если вот ее сюда вытащить, то здесь еще мышцы, еще волокна, они тоже отделены фасцией. И так практически до бесконечности. И так практически до бесконечности, до того момента, пока даже не могут сейчас, нет такого препарата, чтобы увидеть, где это конечное. И вот это все, оно вот в этом всем есть клеточки, ваши клеточки. И вы, наверное, неоднократно слышали такое выражение, такие исследования, когда у человека берется кровь. И, например, сосуд с кровью помещается в одно место, а человека в другое место. И человеку, например, показывают какой-нибудь прекрасный фильм, и он наслаждается. И кристаллическая решетка крови, она вот таким образом рисуется, создается. А потом ему показываются, например, какой-нибудь там, какие-нибудь ужасы, и он переживает. И кристаллическая решетка меняется, хотя кровь уже не в человеке. Она уже от него на каком-то расстоянии. И вот с нашими клеточками происходит все то же самое. У нас в каждой клеточке есть душа. Но почему-то есть такое понимание, что когда ты говоришь внутри сам собой, то вот эти вот клеточки, зная, что они общаются между собой, что вот эти вот клеточки, они вот, ты им даешь какое-то указание, какие-то рисуешь картинку, и по этой картинке они туда вот уходят, в эту картинку, и клеточки все у тебя перестраиваются к тому намерению, которое ты создаешь. Вроде бы все логически верно. Но очень часто вы, наверное, замечали, что есть люди, например, у которых раз за разом получаются одни и те же моменты. То есть человек уже кажется, вот я все, я знаю, что эта ситуация мне не нужна, что эти люди мне не нужны, что это делание мне не нужно. Я в себе все проработал, я знаю, я сам себе психолог, я сам себе режиссер, продюсер, и там, я не знаю, все уже, все знаю. И все равно получается одна же, та же ситуация. Либо с болезнью человек тоже говорит, я знаю, что мне эта болезнь уже не нужна. Я знаю, я в себе все проработал, но она почему не уходит, где эта зацепка? И вот эта вот зацепка как раз кроется в том, что у нас каждая клеточка живет сама по себе. А вы можете найти доступ... Так, ребятки, у меня начал эфир зависать. Эфир зависать. И как раз это есть путь, путь туда, куда мы с вами идем. Путь туда, как научиться, как научиться видеть свое тело не на уровне зеркала, руки, голова, плечи, а на уровне тотального расщепления на каждую клеточку. Я знаю, что я есть каждая клеточка. Я есть доступ к каждой своей клеточке. А не просто пучками куда-то отправлять какие-то сигналы. И вот это вот наша, наверное, с вами задача. Но это мое мнение, можете не соглашаться. Увижу ли я своих любимых по ту сторону жизни? Увидишь. Нужно будет понимать, на какой ты план будешь заходить. Светлана, добрый вечер. Подскажите, с чего лучше начать автономию? Про четыре проблемы в том, что очень хочется пить еду. Я норм, терплю. Дело не в терпении, дело в том, зачем вам это? Вы сказали, что каждая клетка живет отдельно. И зависли. Ну, вроде бы отвисла. Так, ребят, я не понимаю, там у меня прошел эфир или нет. Но давайте мы с вами тогда. Если интересно, пишите вопросы под этим видео. Я все вопросы читаю. И мы в четверг с вами продолжим. Продолжим разбирать наши клеточки. Что такое наши клеточки, наша душа. И почему нас триггерят. Кто нас триггерит? Кто нас подвешивает на эти крючки? Все, до четверга тогда. Пишите вопросы. Всех обняла. Всех очень благодарю за вопросы. Благодарю, что смотрели. И жду обратной связи. Продолжение следует...